МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оказывается, головная боль может быть очень разной. Сильная пульсирующая боль в одном участке головы – мигрень. Тяжелая боль в области затылка – гипертония. А длительная сжимающая голову как обруч – стресс. И это только вершина айсберга. Здравствуйте, дорогие друзья. Основную тему нашего сегодняшнего разговора я уже обозначил. Впрочем, говорить мы сегодня будем не только об этом. Что болит в голове? А вот сосуды и мозговые оболочки, которые окружают головной мозг, содержат достаточно большое количество рецепторов. И как избавиться от головной боли без таблеток? Я бы на его месте больше никогда в жизни не жаловалась бы на головную боль. Ну а сейчас самое время представить нашу сегодняшнюю гостью. Итак, знакомьтесь. Илсова Наталья Николаевна, врач-невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Гомельского государственного медицинского университета. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Здравствуйте, Алексей Владимирович. Здравствуйте, уважаемый телезритель. Наталья Николаевна, ну как часто в вашей клинической практике встречаются жалобы на головную боль? И вообще, насколько актуальна эта проблема? Конечно, пациенты с головными болями, одни из самых частых пациентов на приеме у невролога, где-то 60-70% приема это пациенты с данной жалобой. Эксперты ВОЗ говорят о том, что до 50% взрослого населения испытывает головную боль хотя бы один раз в год. И я думаю, наши телезрители, все без исключения, хотя бы раз в жизни испытывали такое страдание. Но, с другой стороны, насколько я помню свои познания в анатомии, вообще сам головной мозг болеть не может. Что же тогда болит внутри головы? Совершенно верно, Алексей Владимирович. Нервная ткань рецепторов болевых не содержит. А вот сосуды и мозговые оболочки, которые окружают головной мозг, содержат достаточно большое количество рецепторов. И поэтому головная боль, она очень интенсивная бывает, особенно если это мигренозная головная боль, потому что она связана с тройничным нервом. А тройничный нерв обеспечивает нам интенсивную нервную иннервацию и выраженную головную боль. Наталья Николаевна, а какие же виды головных болей вообще выделяют специалисты-неврологи? Специалисты-неврологи выделяют два больших вида головных болей. Во-первых, это первичные головные боли, которые не связаны с каким-то структурным повреждением головного мозга. К первичным головным болям относятся мигрень, головная боль напряжения, кластерная головная боль и хроническая пароксизмальная гемикрония. И вторичные головные боли – это боли, связанные с каким-то повреждением головного мозга. Это может быть инсульт, это может быть кровоизлияние, это может быть какая-то инфекция, травма, то есть какая-то причина для развития головной боли. Если немножко описать, например, первичные головные боли, то, конечно, самым частым видом первичных головных болей является головная боль напряжения или головная боль напряженного типа. Эта головная боль возникает за счет напряжения мышц скальпа, напряжения мышц головы, и человек просто становится более чувствительным к этому напряжению и ощущает его как боль. Часто такие пациенты страдают субклинической депрессией, и поэтому вот на фоне депрессивного состояния происходит изменение взаимодействия между болевой и противоболевой системой организма, и поэтому мы начинаем ощущать вот просто напряжение мышцы, воспринимать его как боль. Головная боль напряжения обычно имеет двухсторонний характер, она сжимающая, ее еще называют касконеврастенник. И эта боль переносима, пациенты могут во время этих болей работать и могут каким-то образом с ними справляться. Чаще она развивается на фоне стресса, ближе к вечеру, и достаточно хорошо купируется нестероидными противовоспалительными препаратами. Второй вид первичных головных болей – это мигрень. Я думаю, все мы слышали о таком виде головной боли. Еще 6 тысяч лет назад какой-то ассирийский поэт воспевал мигрень, и это прочитали ученые на глиняных табличках. И впервые эта головная боль была описана Гиппократом. Я думаю, наши телезрители все читали произведения Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастера и Маргарита», и там Булгаков прекрасно описывает мигренозный приступ у понтия пилата, когда головная боль носит односторонний характер, она сильная, пульсирующая, очень интенсивная. Перед мигренозной головной болью могут возникать так называемые ауры. Это изменение поля зрения, либо, например, появление спиральки или по типу рыбьей чешуи в поле зрения у человека. Вот. И такая головная боль, она может даже носить инвалидизирующий характер, то есть человек с мигренью, он обычно лежит, накрывшись одеялом, и он работать уже не может. Да, то есть к программе я прочитал про такой вид головной боли, как холодовая головная боль. Можно на этом вопросе остановиться поподробнее? Вы знаете, действительно очень интересный оказался вопрос. Актуальный не только зимой, но и летом в том числе. До 15-20% населения страдает холодовой головной болью. И она возникает при резком смене температуры и раздражении рецепторов нёба и гортани. Это может быть зимой в холодное время, когда человек из тёплого помещения вышел на мороз. Это может быть летом, когда человек, например, поел мороженого или выпил какой-то холодный напиток. В США её так и называют ice cream headache, то есть это головная боль от мороженого. Вот каким же образом профилактировать эти приступы головной боли. Но как бы рекомендация не есть мороженое, конечно, она достаточно обидная для таких людей. Есть всё равно будут. Есть всё равно будут, но мороженое можно есть немножко подтаявшим, то есть чтобы немножко нивелировать вот эту вот разницу температур. Вот. Ну и общеукрепляющие мероприятия, такие как, например, контрастный душ по утрам. С утра выпить не чашку кофе, а чашку чая зелёного. Приём, например, имбирного чая, который хорошо влияет на сосудистый тонус. В холодное время года носить шапку и шарф. Причём желательно, чтобы шапка и шарф не сдавливали голову, потому что нарушается кровоток. Ну, такие вот простые рекомендации помогут хотя бы немножко уменьшить вот эти неприятные ощущения. Наталья Николаевна, ну а какие методы диагностики используются для того, чтобы установить причины головных болей? Вы знаете, зачастую в большинстве случаев достаточно просто сходить к неврологу. При углубленном опросе и осмотре пациента уже процентов 70 причин головной боли можно провести дифференциальную диагностику, установить и назначить правильное лечение. Но существуют различные сложные диагностические случаи, различные варианты. И, конечно, тогда мы направляем пациента для проведения компьютерной либо магнитно-резонансной томографии, то есть проведение нейровизуализации. Это позволяет увидеть структуру головного мозга. Пациенту в некоторых случаях необходимо провести ультразвуковое исследование сосудов шеи, исследование сосудов головного мозга, так называемую транскраниальную доплерографию. Если невролог подозревает инфекционный процесс, если невролог подозревает какие-то сложные вирусное поражение головного мозга, то мы рекомендуем и выполняем пациенту люмбальную пункцию. То есть берем жидкость, которая окружает головной и спинной мозг, на анализ и смотрим клеточный состав и различные патологические изменения. В каких случаях при головной боли можно выпить таблетку, например, там аспирина, да? А в каких случаях при головной боли нужно обязательно обращаться к врачу? Вы знаете, если эта головная боль не интенсивная, если это головная боль обычно для данного пациента, он уже знаком с этим видом головной боли, то можно выпить таблетку, например, аспирин или какой-то препарат, который человек постоянно принимает и лишний раз не беспокоить себя визитами к доктору. Но существует ряд ситуаций, когда обращение к врачу необходимо. И я хочу обратить на это внимание. Это появление громоподобной внезапной головной боли, когда человек описывает состояние, как будто его ударили топором по голове. Это признак достаточно серьезного заболевания, такое как субарахноидальное кровоизлияние. Вот при данном виде головной боли однозначно надо очень быстро обращаться к врачу. Это изменение характера головной боли, появление какой-то новой головной боли. Когда головная боль беспокоит по утрам и все больше, больше, с большей интенсивностью учащается, изменяется ее, как бы, характер в течение дня. Это появление головной боли у пациентов старше 50 лет. И когда головная боль сопровождается различными симптомами. Например, появляется головокружение, либо появляется температура, либо какая-то шаткость при ходьбе, увеличение лимфатических узлов. То есть какие-то сопутствующие симптомы, кроме непосредственно самой головной боли. Наталья Николаевна, ну а какими средствами современной медицины можно, в принципе, лечить головную боль? Медицина в настоящее время располагает достаточно большим арсеналом средств. Причем я хочу сказать, что анальгетики – это препараты, которые наиболее употребимы во всем мире. Их буквально миллионный тонн используют наши пациенты. Но если говорить, например, о первичных головных болях, при хронической головной боли напряжения для купирования приступа обычно используются либо простые анальгетики, например, аспирин, парацетамол, либо нестероидные противовоспалительные препараты, такие как импрофен, деклофенак и другие. Если человек обеспокоят приступы мигрени, то самое простое лечение приступа в самом его начале – выпить две таблетки аспирина, либо принять ибупрофен. Если же нестероидные противовоспалительные препараты не помогают, то есть мигренозный пароксизм более тяжелый, то применяются специальные лекарства, которые называются трептаны. Это агонисты серотониновых рецепторов. Они позволяют сузить расширенные при мигрени сосуды. Такие препараты, как, например, сума трептан. Их достаточно большое количество в аптеках. И я думаю, просто посоветоваться со своим доктором-неврологом, тем более они выписываются и покупаются по рецепту. Если говорить о купировании хронических головных болей, это тоже очень большая проблема. Если у вас головная боль в течение половины месяца, то есть 15 дней в месяц, и она продолжается более трех месяцев, мы уже говорим о хронической головной боли. Тут уже простыми препаратами для купирования головной боли не обойдешься. Необходимо лечить и профилактировать возникающие приступы к головной боли. Для профилактики приступов к головной боли используются, в первую очередь, это антидепрессанты. Такие, как, например, амитриптилин. Причем быстрого эффекта от этих препаратов ждать не приходится. Как головная боль долго развивалась, так же ее долго надо и лечить. И необходимо применять антидепрессанты курсами минимум 2, а то и 3 и больше месяцев. И тогда вот эти вот приступы, есть возможность их прервать и уменьшить их количество. Наталья Николаевна, знаете, готовясь к сегодняшней программе, я нашел такой рецепт народной медицины лечения головной боли. Нужно приложить к виску лимонную корку внутренней стороной и держать некоторое время. Вскоре под лимонной коркой образуется красное пятно, которое, естественно, начинает там сжечь и чесаться. И, в принципе, головная боль должна пройти по принципу «клин, клином вышибают». Не знаю, поможет ли такой рецепт, да, но думаю, что ожог на коже будет. И, тем не менее, это далеко не единственный метод народной медицины, который предлагается для лечения головной боли. Как с этой проблемой в домашних условиях справляются в Африке, я предлагаю посмотреть прямо сейчас, да, а потом разобраться в том, есть ли рациональное зерно в предложенном варианте лечения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уважаемые телезрители, я думаю, вы все порадовались за африканского пациента. Я бы на его месте больше никогда в жизни не жаловалась бы на головную боль. Но как же можем мы сами себе помочь в домашних условиях, например, при головной боли напряжения, когда вы почувствовали стягивание головы, вот эту вот каску на голове, необходимо расслабиться, подумать о чем-то хорошем, отвлечься, выпить какой-нибудь травяной успокоительный чай, сделать массаж головы, массаж висков, массаж шейно-воротниковой зоны. Если у вас развился приступ мигрени, в самом начале мигренозного приступа мы можем его еще поймать и купировать с помощью чашки крепкого кофе либо крепкого зеленого чая, которые содержат много кофеина и помогают справиться с расширением сосудов при мигрени. Также при мигрени, если у вас есть такая возможность, затемните помещение, закройте шторы, лягте, создайте себе тихую и спокойную обстановку, обвяжите голову чем-нибудь тугим и холодным, например, полотенцем смоченным в воде и постарайтесь заснуть. Часто сон снимает мигренозные пароксизмы и помогает проснуться уже здорово. Да, Николаевна, иногда бывают такие ситуации, что головная боль возникает, допустим, вечером или ночью и продолжается во время сна. Признак чего это и что вообще с этим делать? Вы знаете, головная боль ночью – это признак достаточно нехороший, потому что когда мы находимся в горизонтальном положении, у нас повышается внутричерепное давление, и ночные и утренние головные боли, особенно если они сопровождаются тошнотой и рвотой, зачастую они могут быть признаком опухоли головного мозга. Поэтому если вас стали беспокоить вот такие вот виды головных болей, не надо долго тянуть, а надо вовремя обращаться к неврологу. Наталья Николаевна, но наша беседа подходит к концу, и было бы совершенно логично завершить нашу беседу несколькими простыми рекомендациями, как сохранить свою голову здоровой и ясной. Для того, чтобы сохранить ясность мысли и здоровье головы и тела в целом, необходимо соблюдать несколько простых рекомендаций. Ну, во-первых, постарайтесь высыпаться и держать голову свежей. Здоровый сон в течение 7 часов всегда является залогом ясности мысли и хорошего состояния головного мозга. Попробуйте делать перерывы в использовании гаджетов, телевизора и интернета, потому что информационная нагрузка очень сильно влияет на состояние головного мозга и организма в целом. И старайтесь делать хотя бы часовые, а то и больше перерывы в использовании различных электронных приспособлений. Регулярно занимайтесь физической нагрузкой, будь то бег, плавание, спортивная ходьба, все что угодно. Наш организм требует тренировки, и не только мышцы, но и головной мозг будут хорошо отзываться на различные физические упражнения. Нагружайте свой головной мозг. Пускай он работает, пускай он не ленится. Разгадывайте кроссворды, творите, пишите стихи, придумайте себе какое-нибудь хобби, которое вас увлекает. Вообще, ученые доказали, что устремления и высокие цели в жизни человека, они благоприятствуют долгожительству и благоприятствуют сохранению хорошего не только физического, но и психического здоровья. Радуйтесь каждому моменту в жизни. Помните о том, что очень часто наша жизнь зависит не только от того, что вы делаете, не только от каких-то внешних факторов, но и от образа ваших мыслей. Мыслите позитивно. Это во многом определяет радость жизни и различные ваши успехи. Ну и будьте здоровы. Ну что ж, Наталья Николаевна, спасибо вам за столь интересный ответ. И я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Усова Наталья Николаевна, врач-невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Гомельского государственного медицинского университета. Берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. И до новой встречи в программе «Диалог о здоровье». Продолжение следует...